привет друзья подписчики моего канала просто зрители обещала знать видео и показать как из пересоленной красной икры получить более-менее хороший продукт даже не более-менее прям хороший малосонную красную игру сделать друзья вот у меня есть привезли мне баночку икры смотрите не очень хорошего качества она дико соленая она плохо стекла вот это вот скорее всего такую икру вы можете купить в магазине принести домой и вас будет нечто подобное такое сопливая текучие люто соленая и как вот из этого получить хороший продукт год я хорошо чтоб вам было понятно просто хорошо сделано икра вот и сейчас приехал с рыбал посолил себе немножко и крыщу морить вот хорошая икра ведь она еще стекает у меня она вот настолько она густая и она абсолютно малосольная очень вкусно но вот это вот магазинная такая крови тена но совсем не одно и то же что что хорошая и вот не очень так вот друзья чтобы получить более-менее при приемлемый продукт вот из этого нужно сделать следующее друзья не нужно во первых отмочить во вторых смыть вот этот вот вот это вот что не что не что не смыли сразу как правильно залить икру виделась на канале вот здесь посмотрите а это мы будем исправлять косяки других людей как ее отмочить друзья если взять просто холодную воду и допустим вот кинуть сюда икру видите что происходит жир сворачивается все это белеет вот на ложке на липоведь и там такие прям ошметки пошли все это нет неправильно в холодной воде и кого мочить ни в коем случае нельзя и промывать ее холодной водой ни в коем случае нельзя вот этого скорее всего возможно же промыли потом посадили ну короче история умолчат как это делали тот попало то что попало друзья берем из расчета допустим если у вас один литр икры испорченной нам нужно сварить чтобы это все дело смыть 3 литра тузлука делаем один к трем можно 1 5 там одни детей чем больше звука сделать тем лучше ну минимум один трем на один литр икры испорченной 3 литра тузлука варим здесь у меня на грамм 250 это вот этого вот ответим короче стыдно сказать что это икра берем я беру литр воды и в литре воды друзья я разбавляю 33 грамма мелкой соли если у вас соль крупная то берем 35 граммов мелкая соль она более соленая чем крупная поэтому я беру 33 грамма мелкой соли в литре воды развожу вода чистая фильтрованная и просто все это дело хорошенько размешиваю на полного растворения соли друзья вода у меня холодная не чем холоднее вода у вас будет тем она лучше сейчас взвеси сядет и тузлук проясниться но будет прозрачность новые посмотрим солнце растворилась или нет мешайте хорошенько все растворилась химическая реакция воды соль утром все видите все туру осветлился давайте сделаем следующее вот возьму опять я стакан по моему секундочку было понятно взять меньше произойдет если взять слабо соленый тузлучок налить стакан ведь он прозрачный и опять же возьмем немного типа икры и закинем тузлук видите ничего не произошло ничего не побелело ничего у нас не свернулась белок который покрывает икринку все с ней хорошо берем нашу игру выливаем ее в этот тузлук зачем уже больше то звука чтобы сейчас вам расскажу видеть хотя сюда капнуть воды просто дождать из-под крана видите что происходит вода и икра это две вещи несовместимы а вот чуть-чуть слабо соленый тузлук этого то что надо ведь прям вахлах мойте как творог такой ложку уронил сорян но начистое смотрите размешиваем всю игру чтобы икринки у нас отбились друг от друга не на там ложка как миксером фигачить нет просто аккуратненько ложечкой вот так все это дело перемешиваем что сейчас получится у нас друзья во первых мы смоем лишний тузлук то что что не стекло вот этот вот облойт все с икринок это раз мы и хорошенько промоем и второе сейчас взрывной соленой соленой баланс в ту звуке и в икре он выровнится называется диффузия физика пятый класс оставляем минут на 15-20 потому что отмачивается икринки под этот процесс химический то когда бог мари молекулы соли будут туда-сюда передвигаться и выравниваться чтобы одинаковое количество соли вот и в ту звуке и в икре 33 грамма соли это малосольный звучок малосольная икорка будет хотите посоление сделать и 35 грамм эти довольно таки много лопанцев всплывает но это икра которая от жировая так называемая оставляем на 20 минут в покое все это дело пусть она постоит отстоится и через 20 минут мы к ней вернемся и будем ставить делать на стечку и так друзья 20 минут пролетели туда же вы видите маленько это жирные пятнышки плавают икра жировая поэтому она маленькая подавилась смотришь из них произошло ведь кстати как обратить определить и настоящий икру от имитации у настоящей икры видите сейчас я поближе покажу желтенькое пятнышко серединке это типа желток у имитации такой штуки нет киньте в баночку с водой настоящую икру и имитации во первых не даст вам помутнение от этого белого а во вторых у нее нет этого пятнышко так будет дальше все икра отстоялась от смочилась теперь нужно ее слить берем стечку если вас нет специальных ничего страшного просто берем обычный дуршлаг в швак на у всех есть накрываем дуршлаг марлей а гляди сюда с моей икры так быть так и все это дело сливаем на дракона часа салют и покажу что получилось надо показать вам так что было понятно смотрите вот когда я промыл икру вот видите плавают белые штучки пустые икринки полная икра она тяжелая а вот эти вот лопанцы они более легкий поэтому сливаем вот так вот сначала белые пустышки пустышки вот эти они вперед уходят об лопанцы и снова не авторюка попадут ничего страшного там они просто пустые пленочки вот эти вот вот видите в я их слил вот все так а вот теперь уже можно слить икру сейчас секундочку увидите насколько журная икра вот это красные блестки это жир ставим и поставлю стычку не так просто удобнее так раз накрывая марлей и вуаля друзья естественно икры в объеме стало меньше увидели какой крысло лопанцев было мы это все дело смыли минус ту звук который тут в ней был в этой игре мы также от него избавились смотрите что получилось сейчас значит полчасика постоит стечет ее уже можно будет брать и кушать конечно она отличается от свеже посоленной икры и по цвету и по вкусу и по качеству но я думаю видно камера передаст да вот это вот и вот это вот но друзья если говорю такая ситуация случилось это купили баночку икры я на соленю че отмочить ее таким образом и все будет с ней хорошо идеально но у нас в случае гораздо лучше чем то что есть изначально все сейчас на стекет и все готово ну смотрите белые пленочки где по оставались просто руками можно их убрать а можно не убирать они когда в банке постояк то цвет икры выровнится и все будет абсолютно одинаково все дуя чего высоту показывать больше нечего давайте попробую малосольная вкусная икра лопается на языке хорошо жирненькая в меру ну что мы маленько все-таки смыли но все друзья дома саду показать ничего честно часик постоит еще до конца стечет убираем ее в баночку никакого масла растительства добавлять не надо в банку то брут вам маслом залив эту переболтают зачем просто уберите баночку и кушайте на здоровье это уже это уже вкусно уже на этом все но если вдруг кому-то она была полезна интересно поставьте палец вверх подпишитесь на канал ну не забудьте на колокольчик что получать уведомления моих новых видео я также есть на рутубе на дзене и на бусте хотите поддержать подписывайся на бусте но если друзья на этом не прощаюсь я говорю всем до встречи и всем пока